Следующему докладу, который представит Андреев Дмитрий Анатольевич, ведущий научный сотрудник научно-клинического отдела и организации здравоохранения медицинского менеджмента. Его доклад «Зарубежный опыт аудита онкологии на примере рака молочной железы». Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, добрый день. В наши дни в организации лечения онкологических больных крайне важны вопросы совершенствования контроля качества, вопросы обеспечения повсеместной доступности онкологической помощи, которая соответствует самым новым достижениям клинической науки, основанным на принципах доказательной клинической медицины. И сегодня в докладе речь пойдет о зарубежном опыте проведения аудитов онкологической помощи при раке молочной железы. Сначала следует определиться, опыт каких стран за рубежем мог бы быть особенно интересным и значимым для изучения. По итогам изучения данных на площадке показателей смертно-сперсозаболеваемости в 2020 году по различным регионам мира можно считать целесообразным остановиться на примерах опыта проведения аудитов скрининга и лечения рака молочной железы в США, Великобритании, Германии, Нидерландах, Бельгии. Так как эти страны являются примерами регионов, в которых, вопреки высокой заболеваемости РМЖ по сравнению с усредненными значениями в мире, регистрируются относительно низкие показатели ассоциированной смертности. Во многих странах распространены программы скрининга на рак молочной железы, основанной на маммографическом обследовании. На слайде отражено достаточно широкое разнообразие рекомендаций некоторых американских организаций по выполнению скрининговой маммографии. По данным на 2015 год США отсутствует тотальная централизованная программа скрининга всего населения на РМЖ. Для прохождения скрининга пациентки самостоятельно по собственной инициативе обращаются к лечащему врачу. Существуют различные разрозненные системы возмещения в затрат на маммографии. Программа скрининга на РМЖ в Англии организована на национальном уровне службы здравоохранения НСС. Работа службы скрининга аккредитуется, регулируется, поддерживается в соответствии с спецификациями НСС и сотрудничество с Департаментом общественного здравоохранения. Доступ к скринингу и к последующей диагностике предоставляется бесплатно. Лечение женщин, у которых выявлено РМЖ в программе скрининга, также проводится бесплатно. Региональные консультативные центры по обеспечению качества постоянно отслеживают эффективность скрининга и проводят целевые аудиты. Регулярные проверки проводятся по теме посещения каждого объекта не реже одного раза в три года. Акцент на качество позволяет эффективно обнаружить РМЖ на ранних стадиях, сводя к минимуму количество ложноположительных результатов и уменьшая последующую нагрузку на НСС. Скриннинг в Великобритании спасает примерно одну жизнь от рака мощной железы на каждые 200 обследованных женщин. При проведении тотального скрининга следует, однако, учитывать риски гипердиагностики. Под гипердиагностикой поднимается ли направленное при скрининге или других поисковых обследованиях или случайно при обследовании по другому поводу выявление бессимптомных опухолей, которые в силу индолентного течения или ограничения срока жизни пациента, обусловлено другими причинами, будучи невыявленными и без всякого противопухолевого лечения, никогда не проявились бы клинические, тем более не привели бы к смерти. В настоящее время ведутся споры о том, сколько жизни удалось спасти путем скрининга молочных желез, и у скорких женщин был диагностирован рак, который никогда не стал бы опасным для жизни. В Великобритании существует подробный национальный клинический стандарт для всех профессиональных групп, обеспечивающих скрининг. Стандарты устанавливаются как для минимальных, как и для целевых норм. Функционирование подразделений на уровне ниже базовых стандартов становится предметом изучения со стороны группы обеспечения качества. Ориентируются на достижение целевых значений как минимум половине медицинских подразделений, участвующих в скрининге, что позволяет снизить с меркостью. Показано, что английская национальная служба здравоохранения действует более эффективно при проведении скрининга, чем американская система. Между тем, в континентальной Европе статистические данные свидетельствуют, что злокачественного образования в Нидерландах и Бельгии динвестируются чаще, чем в большинстве других стран Европейского Союза. Тем не менее, в этих странах смертность от онкологических причин практически не отличается от общего показателя для еврозоны. Качество онкологической помощи обеспечивается в том числе налаженной системой специализированных аудитов. Таким образом, Нидерланды и Бельгии стали предметом дальнейшего анализа. Германия занимает срединное место в Евросоюзе по заболеваемости и смертности от онкологических причин, поэтому опыт Германии тоже следует немного остановиться на опыте Германии. Программа скрининга в Германии является относительно молодой, и ее позитивное влияние на снижение смертности от РМЖ не может быть доказано ранее 2022 года. На складе суммированы итоги и характеристики программы в отчетном 2018 году. В 2018 году с помощью мемографического скрининга было обнаружено 17 037 кассуном, что соответствует 5,9 случаев на 1000 обследованных женщин, или 5,6 случаев РМЖ на 1000 повторно обследованных. Высокое положение Нидерландов в антирейтинге онкологической заболеваемости обусловлено значительной частотой случаев рака толстой кишки, меланомы и рака молочной железы. Учитывая относительно низкие показатели ассоциированной смертности, следует считать целесообразным рассмотрение опыта Нидерландов в организации видов качества онкологической помощи при РМЖ. Благодаря офигенному скринингу в Нидерландах и РМЖ диагностируются, как правило, на ранних стадиях. Национальная программа скрининга включает проведение лучевого обследования каждого года всех женщин в возрастной группе от 50 до 75 лет включительно. Следует отметить, что на логистический процесс и пропускную способность в 2019 году повлияло масштабное обновление информационно-коммуникационной структуры. В текущее время самая большая проблема при скрининге на рак молочной железы в Нидерландах заключается в организации логистических процессов, а также существует проблема в нехватке кадров, обеспечивающих скрининг. В Нидерландах проводится специализированный мультисциплинарный аудит качества лечения рака молочной железы под патронажем Национального консультативного органа по раку молочной железы, сокращенной NBCA, получившей импульсное развитие в 2011 году. Аудит проводится с целью сравнения и обеспечения медицинских специалистов зеркальной информации, отражающей состояние качества онкологической помощи в других больницах. С годами происходит эволюция критериев по оценке качества медицинской помощи больным раком молочной железы. Постоянно внедряются новые информативные и валидные индикаторы. С 2016 года, например, регистрируется такой основной критерий, как лечение с сохранением контуров молочной железы. За последние 4 года контуры молочной железы сохранили или установили более чем у 75% женщин. Также стоит отметить, что все больше и больше операций с сохранением контуров органов выполняются после неудиватной химиотерапии. На этом слайде видно, как происходила эволюция числа транспаральных критериев оценки качества. Сразу после начала аудита 9 лет назад применялось до 30 индикаторов в год, большинство из которых относилось к категориям структуры и процессов. На это в настоящее время индикаторы сгруппированы в 10 категорий, что соответствует предложению Национального института здравоохранения Нидерланда. Интересным примером оценок качества является регистрация частоты обсуждаемых клинических случаев на предоперационных мульдисциплинарных консилиумах. Выявление медицинских организаций, в которых доля клинических случаев, регулярно обсуждающихся на предоперационном консилиуме, несоответствует средним контрольным значением по региону, как отражено на ракеобразном плоте, позволяет провести целевой анализ для 8 причин такого несоответствия и осуществить их устранение. Кроме того, медицинские организации самостоятельно сравнивают показатели качества в своем учреждении с зеркальными показателями в других организациях, согласно представленному плоту, и принимают внутренние меры по коррекции медицинских процессов. Это в целом приводит к улучшению качества медицинской помощи со временем. В процессе консультации с пациентом врач все чаще находит оптимальные, пациентно-ориентированные или индивидуализированные решения. В цель достижения прочного диалога между врачом и пациентом рабочая группа по раку молочной железы и Нидерландский институт клинического дита разработали в прошлом году так называемую информационную платформу Кодмана. Платформа Кодмана – это динамическая панель инструментов, которая позволяет врачу получить представление о собственной практике. С помощью панели инструмента Кодмана можно просмотреть информацию о диагностике и лечении пациентов за прошедший период в вашей больнице. Эти данные также можно сравнить со средним и по другим больницам в стране. В будущем наблюдения из реального мира будут чаще применяться для информирования пациентов о конкретных вариантах лечения и их эффективности. В рамках национального дита разработан новый набор транспарентных индикаторов качества 2020 года. В связи с пандемией этот набор также будет использован в 2021 году. Заболевания с раком молочной железы в Бельгии находятся также на очень высоком уровне в Европе, а уровень смертности лишь ненамного отличается от средних показателей по Евросоюзу. По некоторым оценкам рак молочной железы является причиной около 3% общей смертности бельгийских женщин. В Бельгии создан федеральный центр знаний в области здравоохранения. Центр знаний вовлечен в разработку критериев в оценке качества механизмов обратной связи с оценкой исходов и процессов. Индикаторы качества отбираются путем оценки их надежности, актуальности, интерпретированности и применимости. По результатам поиска в мировой литературе специалистами федерального центра было обнаружено 229 критериев в оценке качества экологической помощи при РМЖ, 47 показателей качества были сформулированы на основе бельгийских клинических рекомендаций. В финальный список в поле зрения экспертов попало 276 критерий в оценке качества, 32 индикатора остались после дополнительного отбора. В Бельгии, как и Нидерланды, где визуализация результатов оценки качества применяется воронкообразные плоты. Транспарентные оценки размещаются на открытых веб-ресурсах больниц и доступных пользователям сети интернет. В заключении следует особенно подчеркнуть, что аудит является непрерывным циклическим процессом, элементы которого подвержены динамическим изменениям в зависимости от задач и достигнутых результатов в системе обеспечения качества. Для решения конечных задач аудита необходима постоянная разработка, обновление, адаптация и стандартизация критерия по оценкам в соответствии с цифровыми контрольными значениями, отращающими нормативы высоких стандартов качества. Благодарю всех участников вебинара за внимание. Спасибо. Благодарим, Дмитрий.